Недавно у меня в частной переписке состоялась небольшая дискуссия с человеком, который пытается, как и все остальные, найти вопросы, почему Россия живет так, а не иначе, есть ли какой-то выход, в каком направлении нужно двигаться, чтобы изменилось положение вещей. И на вопрос, который он мне задал, а как ты думаешь, чем все-таки одним существенным русские россияне отличаются, например, от европейцев или тех же немцев? Я подумал и ответил отсутствием мозгов. Извините, но это действительно так. Вот сейчас вы посмотрите один короткий кусочек из какой-то пресс-конференции. Это те люди, кто думает и делает планы на будущую Россию и считает, что когда-нибудь наступят времена, когда не будет Путина, не будет Путина-2. И Россия, так сказать, начнет двигаться в каком-то направлении, где-то что-то начнет производить. Вот послушайте, что говорит российский специалист, который говорит, что он все знает про, например, такую сферу, как обувная промышленность. Теперь коротко про легкая промышленность. Легкая промышленность как инструмент развития территорий, в том числе, как сказал Василий Александрович, малых городов. Мы производим обувь. Поэтому говорить я буду в основном об обуви, про которую мы практически все знаем. Значит, чем отличается легкая промышленность от иных? Каким есть отличительные черты? Черта первая. Предприятие легкой промышленности очень быстро разворачивается. То есть, за три месяца мы можем открыть швейное производство и начать выпуск готовой продукции. За шесть месяцев обувь. Вот вдумайтесь. Шесть месяцев. Да, и будет стоять конвейер, где будут производиться готовые к продажу изделия. Второе. Низкая стоимость одного рабочего места. Про швейную промышленность и иные сферы говорить не буду, но в обувной промышленности одно рабочее место в среднем. То есть, за то, что производительных нужно много рабочих места, но в среднем рабочее место стоит всего-навсего, для нас всего-навсего 800 тысяч рублей. Это, опять-таки, означает, что в случае необходимости его можно сказать быстро и недорого. Третье. Быстрая окупаемость. Одно рабочее место в легкой промышленности может приводить к выручке, приносить выручку. Опять же, мы говорим, оба. Относительно рабочих мест. То есть, предприятие разделить на количество рабочих мест. Так вот, один работающий человек в 20-м рабочее место может носить до 2-х миллионов рублей годового дохода. То есть, это достаточно много денег с измерения, опять же, с теми и носительными, которые необходимы для того, чтобы развернуть это рабочее место. И последний фактор, достаточно быстрая обучаемость. То есть, формулирую точно, обычная, с нормальной гемоторикой женщина выходит на производственные планы 3-6 месяцев. Итак, вы слышали, его основные акценты заключаются в том, что через 6 месяцев возможно открыть обувную фабрику, и она начнет производить продукцию, и, как он говорит, продукцию готовую уже к продаже. Рабочее место, как он считает, стоит недорого. То есть, поднять такое производство, его основная мысль, это один из выходов, например, для будущей России. И все вроде бы звучит замечательно, и даже здравомыслие прослеживается. Сидят умные люди, смотрят на него в хорошем костюме, очки, на лбу. Вроде бы все нормально, понимаете? Но я заметил такую вещь. Во-первых, в основном на конференциях любого типа, даже когда люди приходят на очень дорогого тренера, разговаривающего о бизнесе, например, о здоровье, они заплатили приличные деньги. Но обратите внимание, во-первых, никогда в российском зале нет полной тишины. Обязательно звонят телефоны, кто-то сморкается, кто-то кашляет, запищат дети, беспрерывные разговоры. Вообще такое ощущение, что русские люди не могут сидеть спокойно, что если они пришли на какую-то тематическую лекцию, они не могут спокойно полчаса или 40 минут посидеть и послушать в своих же собственных интересах. Итак, вот этот лектор, он говорит, во-первых, в постоянно будящем зале. Это значит, что большинство вообще не слышит, что он говорит. Мало того, что они невнимательны, они не отдают отчет словам. У меня часто возникает ощущение, что русские лекторы что-то говорят, какой-то набор слов. Люди этот набор слов как бы потребляют, но они не стараются это все осмыслить. Либо еще со школьного времени детям, а затем, соответственно, будущим взрослым не привели критическое мышление, они ничего не поддают критике. Одним словом, здесь можно долго разбираться, но факт заключается в следующем. Этот человек фактически предлагает изобрести колесо. В наше глобальное время он говорит вот так вот просто с потолка, что, конечно же, ничего не стоит создать обувную фабрику и начать штамповать какую-то обувь. Вот если этот человек все знает об обувной промышленности, то он приблизительно знает, что обувь российского производства выглядит где-то так. То есть, вот это детская обувь российского производства, а вот это действующая в наше время обувная фабрика. Ну просто посмотрите на это. Я небольшой специалист обуви, но то, что я вижу, лично мне абсолютно не нравится. Я не одел бы своему ребенку обувь вот такого вида. Не просто потому, что она некрасивая, жесткая. Я просто вижу, что она жесткая. Что она плохо будет смотреться на ноги ребенка. Но и потому, что в наше время выбор обуви – мега колоссальный выбор обуви. Если бы мы жили в Советском Союзе, и да, тогда у нас не было возможности где-то что-то купить в других местах, разговор был другой. Мы ходили не в обуви, мы входили в колодках. Я хорошо помню свою обувь, детскую плохо, а вот подростковую и после. Было ужасно трудно найти хорошую обувь. И если нам удавалось найти какие-то кеды китайского производства, мы были счастливы, потому что она хотя бы была легкой. Я уже не говорю о том, что мы постоянно натирали мозоли, и это считалось как бы нормой. Я помню свою мать, которая с большими трудами доставала сапоги, а потом мучилась мозолями и беспрерывно лечила свои ноги. Это вот если подумать, да, человек покупает обувь, из-за которой потом не может ходить. А выбрать другую обувь у него возможности нет. Но это еще один, так сказать, плюс в копилку тем, кто говорит, что в советские времена все было замечательно. Но сейчас времена изменились. Сейчас обувные магазины в Европе выглядят приблизительно так. Если вы не видели таких магазинов, то съездите в специальные места, где производятся большие обувные мессы. Там все завалено до потолка. И речь идет об обувных марках самого высшего класса. Недалеко от меня есть большой центр, где вы, в принципе, можете купить любую брендовую одежду. И в том числе, конечно же, в таких центрах есть специализированные магазины Puma, Adidas и Nike. Буквально недавно я ездил со своими детьми на очередную распродажу. Но оригинальная обувь Nike, я говорю это сейчас ответственно, ты можешь купить в момент распродажи за 20 евро. За 40, за 60. Есть, конечно, пары обуви, которые стоят за 100, 150 и 160. Но если подождать момент распродажи, а именно в этот момент наезжает больше всего народу, вы действительно можете купить хорошие Adidas кроссовки, скажем, за 30 евро. И это здесь никого давным-давно не удивляет. Наверное, с женской обувью все выглядит несколько иначе. Но я уверен, что и в этом сегменте дешевые обуви, видимо, невидимо. К чему я это говорю? Не так давно я попал в музей обуви в городе, где когда-то была обувная индустрия. Там в общей сложности насчитывалось больше 200 обувных фабрик. Сейчас эти города, вернее, полностью регионы, это не просто города, это множество городов, совершенно не имеют никакой индустрии. И не потому, что немцы разучились работать, или у них нет больше материала, настоящей кожи, испарились куда-то дизайнеры. Вовсе нет. Просто вся обувная промышленность Европы переместилась в Индию, Китай и в Малайзию. В любой стране там, неважно это Вьетнам, Малайзия, Сингапур, что бы это ни было, производить обувь намного дешевле. Если вы до сих пор думаете, что индейцы или китайцы полные идиоты, что у них там по две левых руки, ничего подобного, это такие же современные, часто образованные люди. У них точно так же у многих. Ну, если не у китайцев, то в Индии и в Малайзии есть интернет. Если вы ездили в Таиланд и общались с местными жителями, вас удивит, что они ничуть не отличаются от вас. И наладить производство в любой подобной стране или в любой южноамериканской стране, например, в Мексике, в Парагвае, в Бразилии, гораздо дешевле, чем сделать то же самое в России или уж тем более в Европе. Работающие в этой области давным-давно все просчитали. И начиная с конца 80-х годов, эти города, где раньше производилось много обуви, превратились просто в города-музеи. Там вы можете увидеть станки, вы можете увидеть заброшенные в фабрике целые комплексы, где давным-давно никто не работает. И это капиталисты, которые готовы из чего угодно вытаскивать прибыль. Почему же так получилось? Почему сотни немецких городов перестали работать в кожевином производстве? А ведь это была не только обувь. Это были ремни, это были кожаные сидения, это были кожаные сумки, например. Я уже не говорю о кожаных куртках и одежде. Все это исчезло. В стране, где существует многовековая традиция. Как известно, например, Германия – страна ремесленников. И там вы могли найти фабрику, где на гербе этой фабрики стояла, скажем, цифра 1580 год или 1617. Да, из поколения в поколение передавались секреты. И это я говорю о Германии, потому что я знаю. Но я также знаю, что в Италии точно такая же известная обувная традиция. И итальянская обувь, если вы когда-нибудь держали ее в руках, достаточно просто взять эту обувь в руки, чтобы понять, что это произведение искусства. До сих пор в Италии вы можете найти сапожника, который по вашим меркам сошьет вам туфли, настоящие кожаные туфли, которые никогда не порвутся. Ну или не порвутся в течение вашей жизни. И вот человек, умного вида, россиянин, предлагает, что вот сейчас, вот сейчас, ткнув пальцем в воздух, он создаст выход или, скажем, предложение, которое может спасти какие-то регионы. Возникает вопрос первое. Кто будет эту обувь покупать? Вопрос второе. Он, прежде чем заявляя это, он смотрел вообще на ситуацию в мире. Где и как с обувью на данный момент? Сколько сейчас стоит обувь в Европе? Сколько сейчас стоит обувь в том же Китае? Где, скажите мне, пожалуйста, в каком месте он решил найти тот узкий коридор, куда он войдет со своей низкокачественной, уродской русской обувью? Почему люди, сидящие в зале, просто не начали его захлопывать или высмеивать? Потому что сами они понятия не имеют ни о том, что говорит лектор, ни о том, какая ситуация в рынке. Я хочу сказать вам, что если вы хотите влезть в историю и конкурировать с странами, которые уже собаку на этом съели давным-давно, ни одну пару железных зубов стерли, где точно знают, как можно сделать хорошую и качественную обувь, где существуют самые крупные мировые бренды, Адидас, Рибук, Докерс, Тамарис и прочее, как вы собираетесь конкурировать с этими странами, если даже эти сами страны не знают, что делать с миллионными запасами уже созданной обуви, которую просто невозможно продать? Жители Германии подтвердят мои слова, что, идя в любой обувной магазин, в течение года ты можешь встретить такую акцию. Берешь две пары обуви, третья бесплатно. Или еще лучше, последнее время стало две платишь, две берешь бесплатно. Почему это происходит? Да все потому. Куда бы вы ни поехали и где бы вы ни были, магазины завалены этой продукцией до предела. Хорошей, качественной продукции. А что бы должен был говорить человек, настоящий эксперт на его месте? Он должен был рассуждать о том, в чем преимущество у России, в чем уже сейчас у нее есть преимущество. Почему ей не нужно бежать в глобальном мире за странами, заполнившими эту часть рынка? Почему невозможно России, например, конкурировать в легкой промышленности, в плане производства одежды, забудьте, там вы ничего не можете сделать? Или в автомобильной промышленности все то же самое, забудьте, время упущено? Или вы не можете ничего предложить миру в плане станкостроения? Либо в плане медицинского оборудования все эти ниши забиты? И вам с вашим начальным представлением об этом делать в этих нишах просто нечего. И постепенно все меньше и меньше будет оставаться места для России. Для нее уже сейчас места нет. Если мы говорим о том, что в любом иностранном магазине, куда бы вы ни пришли, попытайтесь найти продукцию российского производства. Этого просто нет. Россия, понятное дело, сейчас торгует только нефтью и газом. Ну, может быть, еще лесом и металлами. Это то, за счет чего она существует. Но если попытаться поставить вопрос и ответить на него, а что есть у России преимущественного уже сейчас, в отличие от остальных стран? И тут не нужно быть слишком большим специалистом, чтобы просто посмотреть на карту и ответить. Самое большое преимущество, самая большая отличительная черта России – это ее большая территория. Ответ очевиден, он находится на поверхности, и от этого нужно начинать думать дальше. Если у вас большая территория, у вас огромное количество земли, которая никак не обрабатывается, и на этой земле ничего не делается. А граждане сидят на лекции, и вместо того, чтобы обсуждать, как наладить миллионы крестьянских хозяйств, обсуждают, как они будут производить валенки Made in Russia особого современного дизайна. Это глупо. Нужно вернуться в исторический период, когда Россия казалась сильной, когда рубль был крепким. Что тогда было? Тогда 95% населения России – это были крестьяне. Они производили различную продукцию сельскохозяйственную. В том числе, например, такие вещи, как Иван-чай, который ценился в Англии, или, например, знаменитый российский лен, или, например, российская пшеница, в том числе колбаса российского производства, российская говядина. Посмотрите в те далекие годы, что делала Россия для того, чтобы конкурировать на рынке. Она пользовалась своей территорией. Где-то я читал, что японцы, с сожалению, глядя на Россию, говорили, если эта страна ничего не может производить, то есть, ну, у них нет мозгов, это именно то, что я сказал в начале, хотя бы выращивали и торговали травой. Вот выращивали бы траву, собирали ее в огромные тюки и продавали в те страны, где травы нет. И только на этом, посчитали японцы, они бы зарабатывали не меньше, чем на нефти. Итак, вывод мой простой. Если бы в России были на самом деле специалисты, то они бы создавали программы для бесплатной раздачи земли, для того, чтобы давать кредиты либо под минимальные проценты, либо вообще без процентов, всячески стимулировать людей, которые готовы вновь поднимать сельское хозяйство, для того, чтобы Россия, да, превратилась в страну фермеров, где бы были огромные рыбные фермы, где бы выращивали все, коз, кроликов, молоко различных видов, мед, грибы в теплицах, чтобы поля стояли засеянные рапсом с одной стороны, а с другой стороны голубым льном. Вот тогда Россия была бы на самом деле цена, потому что питаться мы хотим всегда. Вот в тяжелые времена задаваться вопросом, оденем ли мы резиновые сапоги, адидас или просто какие-то резиновые сапоги, мы об этом не будем думать. Ну а о том, что мы будем есть, мы будем думать всегда. А Россия ничего не пытается делать, вы даже морковку, господа, закупаете в Израиле. Посмотрите, какой Израиль и какая Россия. Маленький микроскопический Израиль кормит огромную Россию морковкой, это позор. Глядя на Россию сверху, там не должны быть бесхозные территории без света, а гектары, покрытые теплицами. И точно так же, как сейчас Испания или часть Италии, Африка, покрыта, например, солнечными батареями, люди используют то, что они имеют. Если у них много солнца, значит, они продают солнечную энергию. Точно так же Россия должна быть покрыта сотнями гектаров тепличных хозяйств. И там должны работать счастливые, богатые люди, понимающие, что их продукция всегда будет в спросе. Вот если бы россияне обладали мозгами, то они бы думали в этом направлении, исходя из своих конкретных условий, исходя из того, что они имеют. Но нет. Они мечтают создать колесо там, где уже его давным-давно создали, и уже созданное продать не могут. А русские попробуют сделать свое и придут на этот рынок со своим колесом, а потом будут удивляться, почему очередная идея оказалась фикцией.